Хотел бы еще раз коснуться вопроса средств массовой информации. Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Вот я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. Ну, даже Владимира Степановича забрали работу. Уже так объяснили все. И про маски, и про бахилы, и про лечение, что только сиди дома и лечись. Поэтому начали работать. Мне много говорят, вот мы там проигрываем в телеграм-каналах и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов официальных властей и так далее. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам пиариться и начать создавать какие-то телеграм-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать. Наверное, это не на путь. Тот, кто хочет услышать точку зрения профессиональную, пожалуйста, смотрите. Каждый день, ну ничего не скрывая, выдаем в эфир. Выступают медики, специалисты, профессионалы. До свидания того, что уже врачи выступают, пульмонологи. Все выступают и рассказывают о том, как себя уберечь, как заботиться о своем здоровье. Но что меня напрягает, российские средства массовой информации. И знаете, дошли до того, что на Россию дают такую гадкую ведущие каналы. Это уже не телеграм-каналы, я уже про них не говорю. Гадкую информацию такие. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Когда-то я вот так пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки. Россиянам я хотел бы сказать, вот этим вот, яке плявузгают по-белорусски кажучи. Не трогайте нас. Мы ведь ничего не просим. Мы спасаемся сами. Мы защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы из нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку, россиянину вбивать в голову, что там на западе наши эти вот белорусы, они какие-то ненормальные? Притом тут уже не отбрекнешься, что это неуправляемая канала. Вот мне недавно показали какого-то Леймёнова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, у нас и прячут информацию и так далее. Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам, Всемирной организации. И вот так сказать, идите и посмотрите, как у нас они были. И что они сказали? Претензий к белорусам нет. Да, есть рекомендации. Не ходите толпами, не трите друг об друга там плечом, не целуйтесь на улице, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации. Но что мы делали неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, никто здесь, ни власти не врали. Вот, мы открыты, приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться. Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80, не выше 90 долларов за тысячу кубов. Мы платим 127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просят. Зачем с нашу шкуру драться? Но об этом в России никто не скажет. Это правда. Кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому эта правда там не нужна. Поэтому, еще раз повторяю, вы нас не трогайте. Закончится-то все. Потом мы посмотрим, кто прав, а кто не прав. Ну и своих надо контролировать. И Комитету госпезопасности, пожестшие здесь и милиции, и Мининформ пускай смотрят за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось, таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Поубавилось. Но еще они есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз. Хочу только сказать, что есть и журналисты, и каналы, и политики, которые сегодня хайпуют на этой теме. Мы это не делаем, и я вас всегда предупреждал. Не надо это делать, потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза. Вот политика, которая исходит от земли, от людей. И мы этой политике должны придерживаться. Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы имеем инфекционные больницы от районов до инфекционных больниц. Мы сейчас в Минске центры эти имеем, научно-практические центры. Они оснащены. Это нас сегодня спасает. Поэтому давайте будем спокойно жить, заниматься своим делом, растить детей и думать о будущем. А мы сделаем все для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь. Особенно сейчас, чтобы доказать, что мы можем бороться за человека и побеждать эту заразу. Как я сказал, красиво побеждать. Поэтому давайте обсудим проблемы, не только связанные на злобу дня с этими болезнями, но и перспективные вопросы, которые нам надо будет решать. Я уже не говорю, там посевная компания. Они молодцы. Тихо, спокойно. Люди работают так, как надо. Надо им отдать должное. Молодцы. Но, тем не менее, мы должны видеть перспективу, что будет завтра, послезавтра, когда вот это все закончится.